Среди множества автомобилей планеты таких машин единицы. Их называют представительскими. Они вечные спутники первых лиц на встречах глав государств, парадах и торжественных церемониях. Такие автомобили служат и визитной карточкой страны, в которой были произведены. Их отличает совершенство конструкции, солидная внешность и, конечно, безупречная безопасность для пассажиров. Количество таких машин невелико, но они неизменно оказываются в центре внимания и становятся частью истории. Броня для президента. В России на московском заводе имени Лихачева представительские автомобили высшего класса начали собирать еще в 1936 году. А в начале 40-х началось проектирование первого бронированного автомобиля. На Сталина было несколько покушений и в других странах был, так сказать, терроризм, когда глав государства пытались там уничтожить, стреляли в них и другие методы применялись. Вот, поэтому нужен был защищенный автомобиль. В 1942 году, осенью, где-то в октябре, когда под Сталинградом еще шла война ожесточенная, еще неизвестно было кто кого, 50-50. И уже Сталин поставил вопрос, что надо вообще заниматься легковой машиной. Вы же представительство класса. В ту пору, представляете, вот это вот очень удивительно. Первый защищенный автомобиль для партийно-правительственной элиты был построен в СССР на базе лимузина ЗИС-110. Впечатляет вес этого монстра – почти 7,5 тонн. Вот базовый автомобиль ЗИС-110, и задача ставила, чтобы по окончании войны этот автомобиль уже, так сказать, был. Как символ победы. Вот страна победила, и вот ее возможности. И задача ставила, чтобы он был не хуже, чем импортные автомобили. Хотя, конечно, были закуплены и Покарды целой серии автомобилей. Из них отобрали три образца для окончательного решения, там, Бьюик, Кадиллак и Покарт. В итоге выиграл Покарт 42-го года выпуска американский. И, мало того, Власик, в отличие от Ютьяна Сталина, сказал, что вот интерьер надо сделать максимально похожим, прямо один в один почти. Поэтому даже вот рисунок на филенках дверей, это то, что изнутри, был прямо один к одному оттуда. Что касается внешних форм, основная часть по кузову была заимствована с Бьюика. Но это не значит, что это вот повторение Бьюика на улице Москвы, она сразу привлекала внимание своей вот легкостью, стремительностью. Поэтому она даже получилась более, так сказать, красивой, чем и Бьюик, и чем и Кадиллак. А вот, допустим, все побрякушки, облицовка, там, бампер передний, там, вот эти украшения, всякие полосочки, это было с Покарда. Поэтому здесь такая смесь. Двери здесь тяжелые, потому что броня, броня где-то 6,3 миллиметра, в основном была на этом автомобиле. Вот, стекла 75 миллиметров толщиной. Все они, конечно, партию изготавливали, отстреливались образцы и, соответственно, заключение, годится и не годится. Ну и, конечно, их в итоге принимал Сталин. После смерти Сталина его автомобилями никто не пользовался. Во времена Хрущевской оттепели такая степень охраны была ни к чему. Закончилось при Хрущеве это бронирование. Вроде того, что уверовали, что охрана такая слаженная и надежная. И второе, во всем мире бытовало такое понятие, что все эти сделавские автомобили, представители, бронированные. Хотя, в общем-то, уже тогда не было бронировано. Следующая эпоха советского лимузиностроения началась с приходом к власти Леонида Брежнева. Он был большим ценителем автомобилей и ратовал за создание отечественных моделей. В дальнейшей модернизации, в дальнейшей разработке появился автомобиль ЗИЛ 4104. На его базе, на базе этого автомобиля были созданы такие автомобили, как ЗИЛ 41045, 41047 и защищенные версии со специальной защитой автомобилей ЗИЛ 41051 и 41052. Лимузин ЗИЛ 41052, на котором ездил президент СССР Михаил Горбачев, также можно назвать рекордсменом. Эта машина весила свыше 6 тонн. Рекорд среди серийных лимузинов-тяжеловесов. Главной причиной такого веса была 7-сантиметровая броня, защищавшая президента от покушений. Поскольку объем производства автомобилей где-то находится в пределах 25 единиц в год, вот это количество и обуславливает технологические приемы, в помощь которых изготавливаются эти автомобили. Практически весь кузов, все пузовные элементы исполняются вручную. С использованием, конечно, оснастки, прессовых, штампов, все декоративные детали, все детали внешней отделки, в том числе детали, которые потом подвергаются декоративному хранению, они практически все изготавливаются вручную. Труд этот и работа эта основана на очень высокой квалификации, на очень высоких навыках рабочих. Завод также изготавливал всю ходовую часть. Практически наше производство – это мини-завод, где для автомобиля изготавливалось все, начиная от заднего моста, колесного диска, кончая двигателем, коробкой переменной передач, гидроусилительного руля и всех других компонентов автомобиля. В позднее время ездил на наших автомобилях Ельцин Борис Николаевич, ездили также высшие руководители уже Российской Федерации, и вот уже, так сказать, идет последние, наверное, 10 лет, сейчас они ездят на других автомобилях. Несмотря на отсутствие заказов со стороны правительства России, на заводе создали новую модель представительского автомобиля ЗИЛ-4112Р. Автомобиль, как бы, он имеет совершенно новые формы при, так сказать, современных конструкциях, материалах, технологиях. Старый автомобиль, он представлял из себя семиместный автомобиль с выдвигающимися задними сиденьями дополнительными. Здесь же автомобиль имеет строение пульмана, то есть это задние сиденья, расположены друг напротив друга, салон удлинен, причем мало того, задние сиденья, которые встречные, они, значит, убираются автоматически, автоматически складываются. Пока же, несмотря на новые разработки завода, в центре кортежа президента России, как и в течение последних лет, Низио – автомобиль известной немецкой марки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова